Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о блогере Лена Хэппи и о ее злоключениях на дорогах Соединенных Штатов Америки. Ну, основная новость с фронта сводится к тому, что синяя птица выдохлась. Не выдержала, видимо, такого натиска, при учете того, что большая часть поездок, как мы поняли, шла порожняком. Но, видимо, сама Лена, плюс ее нехитрый скарб в виде бусинок, пижамок и прочего барахла оказались непосильной ношей для Блю Бёрд. Да, Блю Бёрд отправили на диагностику, и пока судьба ее неизвестна. Вообще, вся эта история напоминает мне сказку про путешествие Нильса с дикими гусями. Помните, Нильс тоже взгромоздился на гуся, на гусей, Мартин, кажется, звали гуся, да, взгромоздился на Мартина и летал по Лапландии, не то из Лапландии, не то в Лапландию, я уже не помню, я помню, в детстве мама нам перед сном читала. И в таком же формате наша Лена взгромоздилась на Блю Бёрд, на синюю птицу и тоже носится по просторам Америки. Ну вот, как назло, Блю Бёрд забарахлила. Ну, вернее, как с горки Лена катится с ветерком, даже руки отпускает, руки вверх поднимает. А в горку Лену Блю Бёрд уже не тянет. И даже увещевания Лены не помогли в этом случае. Лена разговаривает с Блю Бёрд, журит ее, просит не позорить ее на всю Америку такими резкими рывками, особенно, когда они едут на медленной скорости, но Лена, тем не менее, натерпелась позору, я так понимаю, проезжая через маленькие городки. И в конце концов, вот, заглохла. Но нам не стоит плакать, нам не стоит лить слез. У Лены, как всегда, все складывается самым наилучшим образом. Вселенная Лену любит. И вот Лена, как я уже сказал, заглохла всего в трех милях от того места, где проживает сестра социального партнера Родни. Вообще, сестры социальных партнеров, мужей, бойфрендов и Лены — это отдельная глава, это отдельная поэма экстаза. Мы знаем о ее очень непростых, очень интересных, можно даже сказать, отношениях с сестрой Вильяма. У меня даже по этому поводу где-то было видео, но тем не менее, я так понимаю, что сестра социального партнера Родни более мягкая, более радушная, гостеприимная американка, в отличие от сестры Вильяма, которую Лену выкинула просто на улицу и запретила ей под страхом смерти приближаться вообще к ее дому. И помните, когда Вилли ходил сестре помыться, поужинать, поесть домашние стрепни, когда они там останавливались где-то рядом, недалеко на траке, то Лене было запрещено приближаться к дому сестры, и Лена ела свой деширак, заваривая его в баночке в кабине трака. То есть Лену не подпускали близко к месту проживания сестры Вильяма. В случае же с сестрой Родни совсем все по-другому, за Леной приехали, забрали ее, привезли домой, то есть такой вот сервис такси, и ко всему прочему промелькнула такая фраза у Лены, что сестра сама уберется в освоясь, то есть поедет ночевать в мотель придорожный, Лена же останется хозяйничать у нее в доме. Опять же, это вам ничего не напоминает, мне это напоминает сказку о лисе, которая попросилась переночевать, я сама на лавку, хвост под лавку, а в конце концов выгнала хозяев из дома, да? Вот такое складывается впечатление, но еще не факт, что сестра действительно убралась из дома. Возможно, это Лена просто для красного словца вставила такую фразу, дабы подчеркнуть свою важность, значимость, а может быть и послать вот такой как бы месседж ее бывшему мужу о том, что вот смотри, твоя сестра меня гнобила, не подпускала, а теперь у меня вот какие условия жизни, пожалуйста, меня привозят домой, чуть ли не на такси, стелят постель, кормят, поят. Кстати говоря, там она показала столик, где ее посадили пить кофе или чай, и она как бы сказала, вот мы тут только что сидели, я тут только что сидела, но у Лены не поймешь, когда мы, когда я, у нее все время мы, поэтому я не знаю, с сестрой ли там она сидела, или это опять же просто она так выразилась, короче говоря, не знаю, без бутылки не разберешься. Ну, мы, я думаю, еще услышим продолжение этой саги о том, как все прошло у сестры, но в общем, Лена нигде не пропадет. Ну, а что касается Bluebird, то если ее починят, то, скорее всего, ее выставят на продажу, да, промелькнула такая идея. Помните, еще в начале, когда затевался весь этот бизнес с Леной в виде хозяйки бизнеса, она нам говорила, что Родни отписал на нее полтрака. Об этом еще делали все видео, все обзорчики всполошились, переполошились. Поклонницы Лены на фоне таких событий, на фоне таких изменений революционных визжали от счастья, бросали в воздух чепчики, заваливали Лену комментариями восторженными. Ты сделала это, Лена. Вот что значит быть за американцем, за мужчиной, за настоящим. Теперь ты из дальнобойщика превратилась в работодательницу. Теперь сама будешь нанимать, теперь сама будешь владычицей морскою, рыбка золотая тебе будет прислуживать. Ну, что из этого всего вышло, мы с вами все прекрасно можем теперь лицезреть. И я думаю, Лена очень даже надеется, что трак продадут, поскольку половина трака принадлежит ей. Думаю, Леночка с радостью прикарманит половину той суммы, которую они получат от продажи трака. И на вырученные деньги Леночка, недолго думая, при первой же предоставившейся возможности, полетит в Турцию в объятии знойного кавалера. Мне кажется, только об этом Леночка сейчас мечтает, потому как в Инстаграм у нее турецкие мотивы, и Леночка в разных ракурсах, с очень вызывающим макияжем, смотрит томным взглядом, куда-то вдаль, отрешенная от всего, от всех хлопот, от всех забот. Но шутки в сторону, хотя я действительно не удивлюсь, если Лена поедет проматывать деньги на турецком берегу, может быть, это даже и правильно, сколько той жизни, как говорится, осталось, будет что вспомнить на смертном одре. А вообще я Лене благодарен. Она показывает нам, как еще можно в этой жизни выживать. То есть ни о чем не заботиться, не беспокоиться о долгах, плевать на какую-то там иллюзорную стабильность, которую ей может обеспечивать социальный партнер. Лена не может дышать вот в таких тесных рамках. Ей хочется большего, ей хочется любви, ей хочется страстей, и она себе это позволяет. А это, между прочим, свобода. Кто бы из нас не хотел послать своего социального партнера подальше и закрутить, замутить с кем-нибудь повеселее, помоложе, но не всем это дано. У меня есть знакомый, кстати говоря, который тоже замутил там с малолеткой, находясь в законном браке. Ну, малолетка для него это 25-26, тогда как ему 45-46, например. Так вот, он недавно рассказал, что послал малолетку подальше, разводиться не будет, впредь будет пользоваться эскорт-услугами, это дешевле ему обойдется, чем развод. Ну и это правильно, я считаю. Не надо разводиться, не надо разрушать семью после стольких лет вместе. Ну, Лене, в принципе, терять нечего. Когда вам нечего терять, вы легко, в принципе, принимаете решение, вы ни за что не трясетесь. Если бы у нее был какой-нибудь там социальный партнер-миллионер, который был бы официальным мужем, и она бы держалась за этот статус, за эти деньги, за эти дворцы, за эти хоромы, это понятно. Но когда вас просто пустили пожить у себя на этом болоте, особо вам ничего не предлагают, вам вообще там неприятно, то очень легко принимать решение. Конечно, рано или поздно, наверное, Лена устанет вот так вот мыкаться со своими узлами, своими тюками, с этими бусинками с одного угла на другой. Рано или поздно ей нужно будет решить этот вопрос. Но я думаю, что поиск стабильного мужчины это не ее путь, это не универсальный путь. Есть другие пути. Я считаю, что Лене, поскольку ей нравится вот такая свобода, ей нужно просто каким-то образом воткнуться в какое-нибудь социальное жилье. Вообще социальное жилье это очень хорошее решение. Поскольку у Лены низкий доход, то ей нужно просто встать на очередь. Во Флориде это, по-моему, очень долго. Это годами, там, чуть ли не десятилетиями. Ну, так надо сейчас уже воткнуться. Пусть годы идут, а ты обновляй свое заявление. Это, по-моему, раз в год его надо обновлять. Я уж не помню. Но в любом случае, если вам доход позволяет, то есть у вас должен быть низкий доход и нестабильность в жизни, становитесь на социальное жилье, чтобы в старости было дешевое, комфортное жилье. Я так считаю. Ну и в завершение скажу несколько слов о том, что я также благодарен Лене за то, что она показывает вот эти пейзажи бесконечные, через которые она пробирается на Bluebirds. Дело в том, что, как вы знаете, я же тоже вернулся из поездки. То есть это была первая часть моего отпуска, вторая будет чуть позже. Об этом я отдельно потом расскажу. Ну вот первая моя поездка, это была как раз road trip, road trip по, значит, южным штатам. Мне захотелось проехаться и доехать до одного моего самого любимого города в Америке. И я зарекся, что больше никогда в такое длительное двухдневное путешествие на машине я не поеду. Ну я останавливался в мотеле придорожном, плюс заезжал там к некоторым людям по дороге. То есть это не было просто нон-стоп. Но я понял, что я ну вообще не ловлю кайф от этих пейзажей, это бесконечная езда, это трата времени. Эти два дня я бы лучше провел в своем любимом городе, сходил бы еще в какие-то музеи, еще что-то бы поделал. Ну вообще вот эта романтика road trip, вот этой поездки через всю страну меня вообще никак не задевает. Я считаю, что это дебилизм, это трата времени. Вы не видите ничего, кроме этих однотипных ландшафтов американских, Макдональдсы, Вендис, Шмендис, все одинаковое, эти кибитки. То есть, ну это вообще никакого кайфа. И вот когда я вижу, как Лена продирается через эту глушь, через эти городки, я прям содрогаюсь от одного вида и понимаю, что нет, нет, больше никогда лучше на самолете долететь. А если уж вам хочется прям через всю страну, то есть поезд от одного побережья до другого. И вот вы комфортно сидите в купе, сколько там, пять дней, что ли, он едет, телепает. Вот вы свободненько сидите в своем купе, есть вагон-ресторан, вы играете в карты со своим попутчиком, вот это другое дело. Ну, это лично мое мнение. Вы, конечно же, имеете право со мной не согласиться, возможно, вы находите в этом какую-то романтику вот в этих всех многодневных поездках на машине. Ну, а мы с вами впредь будем следить за развитием событий в жизни Лены Хэппи. Канал у нее непредсказуемый, как и вся ее жизнь. Мы никогда не знаем, что нас ждет завтра и куда она двинется на следующий день и что будет происходить в ее жизни через неделю, через две, а уж тем более через месяц. Ну, куда-нибудь кривая да выведет. На этом все. Желаю всем всего самого наилучшего. Благодарю всех за комментарии, за пожелания. Я все прочитываю, по возможности отвечаю. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok